Два года и три месяца в колонии поселения. Виновник аварии уже начал отбывать наказание. Водитель Toyota Land Cruiser вину признал. Он не отрицал, что сел пьяный за руль. Смертельное ДТП произошло в октябре 2017 года. 55-летний водитель внедорожника решил обогнать транспортный поток. Маневр начал в зоне, где обгон запрещен. В итоге зацепил два грузовых и один легковой автомобиль. Водитель Ниссана погиб на месте аварии. Ему было всего 33 года. Водитель был освидетельствован на месте, на состоянии алкогольного опьянения. Было установлено состояние алкогольного опьянения. И почти два года прошло, но водитель все-таки получил решение свободы. Нетрезвый водитель – мероприятие плановое, но проводится все лето. За неделю рейдовых мероприятий было выявлено 145 административных нарушений. Пятеро водителей за руль сели в состоянии алкогольного опьянения. Трое от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Столько же управляли транспортным средством без водительского удостоверения. В летний период, конечно, обращается внимание на зоны отдыха граждан. Это Бурмистровская зона, Быстровская, также дачные кооперативы. Чаще всего водители, управляющие транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это, конечно, кроме того, что это грубое нарушение правил дорожного движения. В том числе, это совершение дорожно-транспортных происшествий, имеющие большой общественный резонанс, в которых гибнут, страдают люди. И очень часто такие водители как раз таки являются причиной таких дорожно-транспортных происшествий. Всем нарушителям предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами до двух лет. В отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, возбуждают уголовные дела. Максимальное наказание – лишение свободы на два года с лишением права управлять автомобилем до трех лет. А еще с этого года ужесточено наказание для пьяных водителей, по чьей вине погибли люди.